Люди вырываются на природу, чтобы хоть без масок погулять, подальше от города, куда-нибудь в лес, на природу. Вот ворота всенал, кто-то открыл беззаклонно. Можно зайти на территорию? Это нейтральная территория, пограничная. Уферная зона. Ага, понятно. А там уже электронный забор на территории. А кто это открыл, кому это надо? Пожарники, может, горело, чтобы на себя идти. Ага. Так, а вот и ульи, и ульи, наши пчеволки, трудяги. У них даже выходного нету. Вот, здесь тоже старый город. Хочется туда заходить, колочки, это самое, начать к зиме. А там тоже колодец есть, да? С грибами, там море колодец. А вот здесь сразу ждут колодцы, эти, там строения тоже не меньше, чем были. Здесь, здесь был... Здесь был город-сад. Да, укрепрайон, город-сад. Едем дальше. Дорога только на моей машине ехать. На грузовике? Или на грузовике, или вот... На джипе? На мини-джипе. На нашем прошедшем все воины Израиля и Маковеев. Джипа тут, наверное, Иисуса Христа попросил. Сколько ему лет. Вон далеке еще ульи там. Знаешь, ты сказал, здесь на каждых сто метров наши улья стоят. Это на зиму привезли сюда. Это, скажи, застолбили нашу территорию. Это и так наши территории. Ну, а здесь грибные места все. Да, скоро маслярки пойдут. Кстати, у нас морозилки. Замороженные еще с прошлого грибы. И я думаю, что мы новые дождемся. Так, ну что. Вот они. Забирай. Давай подъезжим. Мухов. Мухов этих. Вот они. Вон целый рой. Да. Это тряпки будут снимать, наверное, въем решен. Въем решен. Объясни, это воскресенье. А, это воскресенье. Это послезавтра. Израильский понедельник. А что? У нас все по-еврейски. Да. Весь мир отдыхает воскресенье, а мы работаем. Так, ну немножечко леса покажем. Это сосны, да, такие? Это сосны. Здесь маслята. Здесь чалушки. Ледовки, сегаринки. Ну и все может какого-то быть. Ледовки. Малости. Это дольцы. Прямо школу мы на рынке. Менее более. Вот. В зиму сюда приедем, когда будет сухой. все будет свистеть и цветы здесь будут все сразу подснежники и грибы и укроп здесь будет и затор ну давай как тимья назовем и этот еще будет миндаль цвистеть и миндаль будет свистеть так что 12 месяцев все здесь ну да да конечно да он здесь маршат побывал и сказку написал когда в январе встречается все 12 месяцев а на севере снег на юге можно купаться а на севере снег и цветет миндаль и появляются грибы и все это в одно время и маки цветут все встречается именно зимовые цветы грибы шишки а сейчас тут все выжилы и очень сухая и не дай богу даже не то что сигаретку а просто если стекрушка будет лежать обязательно воспламениться тут все за секунду вот вот наши счастья тоже да наши труженицы пчелочки а какой мёд они нам делают так у нас по-моему батареечка да не может быть ну ладно батарейка мил мы сейчас будем преодолевать да на нашем джипе такие виражи вы крутасы тут только грузовик проходит побольше как в Белоруссии по лесу кружили ну там похуже было там еще и полоты были непроходимые леса зато черники попались и то к счастью ну вон еще улья Пчелки, пчелки, жужжу. И на вас я помережу. Мертвые пчели не жужжут. А если жужжут, то только тихо-тихо. ой вот такие лесу у нас красавцы а кедры? кедры здесь не открывал нас у нас как-нибудь покажем у нас это у нас водородие растет ливанский кедр мы его посудили а за что мы его посудили? за хвост ой вот маленький такой кружок и вот это все грибов не унести когда сезон 5 минут да мы уже просто гуляем и только на них смотрим даже не собираем уже некуда одевать полные морозилки у нас забитые грибами а сколько у нас балок маринованных грибов мы просто их мариновываем и раздаем полные карточки фотографий гигабайты фотографий да кланяемся перед каждым грибочком чтобы его заснять а это деревушка которая от нас 2 километра да ну мы круг сделали мы круг сделали ой у нас там в этой деревушке находится почта на почту на почте нет мы чего не сказала почтальнём что нет так мы что когда пойдем гулять когда карантин закончится карантин закончится и пойдем и жара немножечко упадет да потому что реально тяжело ходить вот такой опеку это 2 километра до этого поселочка и 2 километра потом домой это 4 километра пешка ну все вот так кружок сделали вон козулька вон козулька вон козулька вон козулька бегают я в него и живу вон он это антилопы да тут целыми семействами живут вон дома а вот да они тут свободно вольно себя чувствуют ну получилось мы ускакали они нас увидели и ускакали мы ускакали сейчас будет сезон деревянные лошадки их будет здесь полсотни это 100% а в деревню мы не заедем сегодня а что ты хочешь там делать просто спросила или как-нибудь уже ведь можно будет выходить гулять можно будет сходить вам деревню показать когда вот можно будет а уже скоро буквально скоро ждем не дождемся когда нас выпустят из дома на прогулку вон это деревня вон туда в ту сторону идет деревня мы едем в противоположную сторону и опять попадаем в такой туннель который из таких крон деревьев очень красивый тут летом когда пекло и неимоверно все-таки какую-то тень дает и я бы не сказала что прохладу но красота это точно вот здесь внизу цветочный магазин тут все для сада огорода мы там всегда что-то покупаем для своего сада огорода какие-то растения какие-то семена обязательно землю покупаем вот вот это кованые тоже на ворота сделаны сашей и вот он магазин меда здесь разные сорта меда продают мы тоже туда как-нибудь зайдем все вам покажем на сцену и по-то по-то по и по Продолжение следует...